Приветствую друзья мои, с вами на связи Александр и в этом видео я покажу вам упражнение, одно из множества упражнений, которое поможет развить вам технику игры на гитаре или улучшить ваше мастерство. Это упражнение, одно упражнение убивает как минимум трех зайцев. Что это за зайцы? Первый зайц, вы начинаете лучше ориентироваться в струнах гитары правой рукой. Мы сейчас будем играть пальцами ИМ, указательным и средним, и пальцами МА, средним и безымянным. Именно в такой связке. Вначале эти два пальца, потом эти два пальца. Также это упражнение помогает развить независимость пальцев левой руки и в то же время беглость движения этими пальцами. Это второй зайц и третий зайц. Благодаря этому упражнению вы сможете синхронизировать движение обеих рук. Для начала мы вот что сделаем с вами. Просто для того, чтобы ощутить по каким струнам нам нужно будет играть, чтобы пальцы привыкли к этому положению, мы поиграем средним и указательным пальцами. Соответственно по первой и по второй струне. По первой струне играет средний палец, по второй струне играет указательный. МИ. Вот таким вот элементарным образом. Поиграйте несколько движений для того, чтобы рука привыкла. А потом поиграйте пальцами А и М. Соответственно тоже по первой и по второй струне. После этого поиграйте по второй и третьей струне средним и указательным пальцем Средний по второй струне, не по первой, а по второй А потом по третьей указательной И аналогично с предыдущим играете безымянным и средним пальцем тоже по второй и по третьей струне А теперь смотрите, я сейчас один раз играю, каким образом это упражнение должно звучать И разумеется, табулатуру и ноты я оставлю под этим видео Вот, я играл пальцами М, И, средним и указательным То же самое упражнение, как разновидность, вы потом играете пальцами А, М А потом перемещаетесь, когда поиграли по первой и второй струне, на вторую и третью струны Тоже начинаете с первой связочки, средний и указательный палец Вот таким вот образом А потом играете безымянным и средним тоже, соответственно, по второй и по третьей струне Теперь обратите внимание, что у вас одновременно получается Вы и по струнам ориентируетесь Большой палец правой руки, кстати, можете держать или на шестой, или на пятой струне Чтобы чувствовать опору И кисть и пальцы тогда лучше ориентируются, где какая струна находится То есть вы здесь развиваете навыки Плюс ко всему, вот когда будете играть Обратите внимание на тот момент, чтобы пальцы, они играли независимо То есть как независимый подъезд, не так То есть не все вместе ставите, так неудобно даже А вот По отдельности, что по этой струне, то то же самое и по третьей Вот И старайтесь, когда будете извлекать звуки, чтобы пальцы у вас становились как можно ближе к ладовым порожкам Чтобы вот таких вот звуков не было Сейчас я даже попробую Надо постараться, чтобы они прибежали Когда у вас руки привыкнут играть чисто, вы потом просто не сможете играть грязно Звуков таких не будет Просто взяли и тихонечко, чистенько смогли сыграть Хорошо Табулатуру на это упражнение я оставляю под этим видео Занимайтесь, если будут вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях И если это видео показалось вам полезным на развитии беглости пальцев Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Если еще не подписаны И разумеется, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях Увидимся в следующих роликах Пока